Не судьба Запоребриковому Калашникову завоевать индийский рынок. Переговоры по созданию совместного с Индией предприятия автоматов немецкой разработки, украденной балалайшниками, зашли в тупик. Проект завода, где должно было производиться ни много ни мало 70 тысяч автоматов в год, сорвался, поскольку Эрефия запросила непомерные деньги за технологии, которым уже как минимум 70 лет. Судя по информации иностранных СМИ, компромисса в договоре не предвидится, и проект, который должен был сделать Индию второй после Эрефии страной, где будет выпускаться 200-я серия детища Хуго Шмайсера, сорвался, несмотря на бурное согласование в течение года. Это, кстати, уже второй раз, когда Индия идет в отказ по военно-техническому сотрудничеству с Эрефией. Ранее индусы отказались покупать комплексы С-400, заморозив параллельно проект по разработке истребителя пятого поколения на базе Су-57 и отвергли идею построить завод по производству вертолетов Ка. Причина отказа весьма паразаична. Вместо того, чтобы покупать технологии прошлого века, в Дели решили постепенно переходить на американское вооружение и теперь будут закупать его, что, впрочем, и делали успешно с 2007 года, заключив с тех пор контрактов на сумму 20 миллиардов долларов. Таким образом, от российского вооружения отказывается еще один рынок, который, судя по всему, переходит в американскую сферу влияния. А как все мы знаем, кто из чего оружия стреляет, тот того и поддерживает. Продажа оружия – это ведь не только про бизнес, это скорее про геополитическое партнерство. Поэтому можно констатировать факт, что в мире стало еще на одного потребителя российского вооружения меньше. Эрефия, кстати, теряет позиции на мировом рынке вооружения уже который год подряд, ведь за последние пять лет экспорт сократился на 17%. При этом Индия долгое время была крупнейшим рынком сбыта для Кремля, а, следовательно, крупнейшим партнером. Но теперь, видимо, дорожки разошлись и вооружать индийскую армию будут американцы. Кстати, теперь становится ясно, почему предприятия российского военно-промышленного комплекса стоят за подаянием в госбюджет. Несут несчастные потери. И калашников не продается, и С-400 не в ходу. Может, стоит начать их в Инстаграме продвигать, глядишь и спрос будет. Резюмируя, хочется отметить, что отказом Индии строить завод по выпуску автоматов, созданных по незаконно присвоенной технологии, удовлетворены. Чем меньше российского оружия в мире, тем спокойнее в нем живется. Даже если бывшим рынком сбыта запоребрика его продает кто-то другой. Пускай лучше российский ВПК содержится за деньги федерального бюджета. Ведь чем больше у него расходов на убыточные отрасли, тем опять же спокойнее в мире.